Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я ее ведущий Евгений Алмазов. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем о самом интересном из мира студенческого и мирового спорта. Вот что ждет тебя сегодня в программе. Студенческая баскетбольная лига. Обзор матчей КФУ против Каи. Обзор боев с международного турнира по боксу М13. Спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Обзор с турнира по волейболу, баскетболу и армрестлингу. Первые матчи Агварса в финальной Восточной конференции Кубка Гагарина. Финал Кубка Гагарина все ближе и ближе. На турнире осталось 4 команды. В Западной конференции путевку в финал разыгрывают Московский ЦСКА и Петербургский ЦСКА. А на Востоке Казанский Акбарс и Омский Авангард. О финале Восточной конференции сейчас подробно тебе расскажет Амир Сабиров. В субботу 3 апреля стартовала финальная серия Восточной конференции. Акбарс против Авангарда. Первые два матча состоялись в Казани на переполненной Татнефть-арене. Стартовый отрезок остался за гостями из Омска. Они подловили барсов на длинной смене и на 12-й минуте Кирилл Готовец бросил точно в дальний угол ворот Адама Рейдборна. 1-0. Второй период остался уже за Акбарсом. Казанцы смогли сравнять счет благодаря усилиям Кирилла Петрова. Нападающий добил шайбу с острого угла после броска Станислава Галиева. 1-1. В третьем отрезке матча казалось хозяева вот-вот забьют. Но Авангард смог забросить вторую шайбу за 2 минуты до конца матча. Кирилл Семенов бросил за дальние дистанции и попал в крагу Михаила Глухова. Оттуда шайба и отскочила в ворота. 2-1. Акбарс поменял вратаря на шестого полевого. Но и это не принесло свои плоды. Клин Костин забивает пустые за 7 секунд до конца игры. 3-1 в первом матче и 1-0 в серии. Казанцы потерпели первое поражение в плей-офф приквартальными. Два дня спустя состоялся второй матч. На этот раз барсы выглядели еще активнее. Нападающих хозяев много бросали. Но вратаря мячей Шимон Грубец стоял стеной. Первый отрезок не принес нам голов. А вот во втором гости опять забивают первые. Корбан Найт нашел открытого Кирилла Готовица на пятачке. И тот поразил ближний угол казанцев. 1-0. В заключительном отрезке Даниил Журавлев свалил за подножку и отправился отдыхать на 2 минуты. Авангард получил большинство, которое смог реализовать Клим Костин. Нападающий подправил шайбу после щелчка Оливера Каски на 13-й минуте. 2-0. А мячи спокойно доводят матч до победы. И ведут серии уже 2-0. Казанские болельщики впервые в нынешнем плей-офф не увидели голов от своей команды. Подопечные Квартального едут в гости к Авангарду, где Акбарсу предстоит тяжелая, но выполнимая задача. Спасти серию и вернуть ее в Казань. 3-й и 4-й матч запланированы на 7-й и 9-й апреля. Амир Сабиров. Неделя спорта. Возвращаемся к мировому спорту. На этой неделе состоялся международный турнир по боксу М13. Надежда Дик посетила данное мероприятие. И сейчас подробно обо всем расскажет. 3-го апреля Казанская арена Баскетхол приняла в своих стенах международный чемпионат по боксу, организованный новой промоутерской компанией М13. Событие разделилось на три этапа. Любительские бои по олимпийскому боксу, поединки профессионалов и бои мейнкарда, где спортсмены соревновались за титулы чемпионов в своих весовых категориях. Накануне 2-го апреля прошло взвешивание спортсменов и традиционная битва взглядов. Все участники вошли в свои весовые категории. С желтой карточки никто не получил. Стартовал первый поединок. На ринге столкнулись бойцы полусредней весовой категории Радель Большаков и Алексей Смирнов. Юные боксеры с весьма внушительными рейтингами. Бойцы шли ровно, пробивали серию ударов и контратаковали. Бой продлился три положенных раунда и по большинству судейских голосов победу одержал Алексей Смирнов. Следующими на площадку вышли Матин Шарапов и Денис Дегтярев. Бойцы в наилегчайшем весе. Бой не сильно отличался от предыдущего. Победу также одержал красный угол Денис Дегтярев. Начались бои профессионалов. Этот этап открыли своим поединком участники первой средней весовой категории из Узбекистана Равшан Мухаммаджонов и Геасидин Мамаджонов. Исход боя был определен еще перед его началом, ведь у Равшана за спиной 16 боев, 11 побед, из которых 7 нокаутов. С самого старта поединка Мухаммаджонов начал активный прессинг, но соперник пытался контратаковать. Три раунда бойцы шли ровно, но в четвертом Геасидин отказался от продолжения поединка, и его оппонент Равшан Мухаммаджонов одержал победу техническим нокаутом. Следующими на ринг вышли бойцы в первом легком весе. Россиянин Александр Федоров и уроженец Узбекистана Мирзамухаммад Хикматуллаев по прозвищу «Маленький Тайсон». Соперники сразу же начали обмениваться джебами. Первый раунд они вели в ничью, но во втором Хикматуллаев переломил ход событий, и бой был похож на предыдущий. Даже исход определился точно так же. В третьем раунде Федоров отказался продолжать бой, и «Маленький Тайсон» одержал победу техническим нокаутом. В третьем бою соперниками в среднем весе выступили Гор Аганисян и Магомедбек Махмудов. Оба спортсмена дебютировали на профессиональном ринге. Бойцы явно были настроены серьезно. С первых секунд каждый пытался атаковать и прессинговать противника. Аганисян постоянно брал оппонента в захват, но Махмудов не отставал, пробивал серию ударов, и весьма успешно. Велась очень ожесточенная борьба. Рефери то и дело разнимал степившихся оппонентов. Бой продлился четыре раунда, по итогам которых Магомедбек Махмудов одержал победу единогласным решением судей. Далее поединок в первом среднем весе представили Талибжон Сарабеков в синем углу и Радмир Авдурахманов в красном. Радмир забрал преимущество с первого раунда, постоянно зажимая соперника в угол и пробивая серии трех, четырех и даже пяти ударов. В следующих раундах Сарабеков пытался сократить отставание по очкам, но Абдурахманов не давал ему это сделать своими комбинациями джеб-хук, апперкот, который оппонент пропускал и удары приходились прямо в челюсть. По окончании боя победу одержал боец красного угла Радмир Авдурахманов единогласным решением судей. Бои основного карда открылись своим поединком супертяжи Дмитрий Скворцов и Кирилл Кузьмин. Оба спортсмена дебютировали на профессиональном ринге. Бой начался ровно, соперники прощипывали почву и поочередно атаковали одиночными ударами. Бой выглядел не так оживленно, как все предыдущие. Скорость этих бойцов ниже, но удары тяжелее. Только в третьем раунде оппоненты начали обмениваться комбинациями почтальон и джеб-хук-апперкот. В конце боя оба бойца работали только на контратаке. По итогу четырех раундов победителем и чемпионом М13 в супертяжелом весе стал Кирилл Кузьмин. После супертяжей за титул чемпиона в промежуточном весе 84 килограмма бились Артем Вычкин и Евгений Курданов по прозвищу «Моряк». Интересно, что последний завоевал популярность в боях на голых кулаках. Первые два раунда оба бойца явно аккуратничали, не рискуя нападать. Потом Курданов все же решился, и не зря. Несколько успешных серий показали, что соперник только защищается, но не нападает. Это дало бойцу из красного угла шанс на победу. Как ожидалось, практически весь бой Вычкин только стоял в защите и изредка контратаковал. И по истечении шести раундов единогласным решением судей победу одержал Евгений «Моряк» и стал чемпионом М13 своей весовой категории. Интересно, но спортсмен отметил, что бокс это немного не его, и сообщил, что собирается продолжить свой путь в американском промоушене кулачных боев. А далее зрителей ждал бой представительность прекрасного пола в категории «Первый полусредний вес» Юлии Чернобородовой и Фирузы Шариповой. Вторая уже являлась на тот момент чемпионкой мира во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Ход боя определился с самого начала, когда Фируза начала активно прессинговать свою соперницу. Так и продолжалось, пока в четвертом раунде Чернобородова не пропустила серию мощных и точных ударов в челюсть. В итоге рефери остановил бой. Фируза одержала победу техническим нокаутом и пополнила свою коллекцию чемпионских поясов наградой М13. Далее зрители ожидало главное событие вечера – битва за чемпионский пояс М13 в наилегчайшем весе между Луисаной Боливар из Венесуэлы и незнающей поражений Фатимой Дудиевой по прозвищу Амазонка из России. С самого начала Фатима атакует, защищается и контратакует. Бой явно на ее стороне. Соперница тоже пытается атаковать и брать Фатиму в захват. Ожесточенный бой двух девушек продлился все восемь раундов, по окончании которых свою очередную победу единогласным решением судья одержала Фатима Дудиева и стала чемпионкой М13 в наилегчайшем весе. Последний и самый ожидаемый поединок за титул чемпиона в полусреднем весе состоялся между Виталием Петряковым из России и Дипиалари из Танзании. Соперники явно стоили друг друга. С самого начала завязалась ожесточенная борьба. Оппоненты то и дело прессинговали друг друга постоянными сериями. Но уже во втором раунде Виталий Петряков завершил бой, нокаутировав соперника правым боковым. Титул чемпиона достался бойцу из России. Надежда Дик Евгения Алмазов. Неделя спорта. Противостоянием Федерального университета и авиационного института продолжается студенческая баскетбольная лига. Обе команды уже встречались в этом году, но в рамках другого турнира. Как на этот раз они решили свое вечное противостояние, расскажет Наталья Жирнова. 1 апреля спортсменам Казанского Федерального было не до шуток. Именно в этот день прошли игры регулярного чемпионата студенческой баскетбольной лиги. Федералов ожидала встреча с их вечными конкурентами – командами Казанского авиационного института. Честной борьбой мужские и женские команды решили, кто же сегодня немного пошутит над своим соперником. Забитый трехочковый мяч на первых моментах матча со стороны КАИ – именно так начинается игра между женскими командами. Со стороны было видно, что сборная Казанского Федерального значительно уступает своим соперникам по скорости. На передачах тоже не обошлось без проблем. Баскетболистки из КАИ спокойно делали четкие пасы, даже сквозь блок руками от КФУ. Поэтому первая четверть для Федерального запомнилась не триумфом, а травмой их лидера. В конце четверти Дарья Ашгебесова неловким движением получает повреждения, и спортсменки Федерального остаются без своего лидера. Однако, такое потрясение наоборот дает стимул играть лучше. Им удается даже ненадолго выйти вперед. Но четверть все равно заканчивается не в пользу КФУ – 22-19. Главной проблемой баскетболисток было отсутствие командной игры. Каждая играла сама за себя, но с каждой четвертью ситуация улучшалась. Пусть вторую четверть они закончили с разгромным для себя счетом 41-27, но уже была заметна собранность в команде. В третьей четверти КАИ стали менее активно забивать. А вот баскетболистки КФУ наоборот – начали стремительно сокращать разницу в счете. Поочередно вперед выходила то одна, то другая команда. И четверть закончилась со счетом 54-52 в пользу авиационного. По-настоящему напряженной стала четвертая четверть. Команда авиационного всеми силами не давала федералам взять преимущество. Козырем обеих команд в этой четверти становятся трехочковые. За три минуты до конца Ажгебесова забрасывает трехочковые, но буквально через несколько секунд соперницы отвечают тем же. Именно на таких качелях счет доходит до 64-65 в пользу КФУ на последних секундах. Команда тактично задерживает у себя мяч при нападении и выигрывает этот матч с преимуществом в одну очко. Мы полностью провалили первую половину, но собрались во второй. Девочки из КАИ, мы уже которую игру, по-моему, это вторая игра, где мы прям идем ноздря в ноздрю, и каждый раз мы настраиваемся на них, как на хорошую команду. Они молодцы. В мужском баскетболе старт встречи оказался менее результативным и уверенным. К половине первой четверти счет был 11-1 в пользу авиационного института. КАИ-сты держались намного увереннее на паркете и играли более агрессивно, что подтверждало и количество фолов команды. И если девушки пользовались возможностью пробивать штрафные и выравнивать счет, то вот реализация у парней была всего 50%. В совокупности с отсутствием лидерства в нападении и успешной защиты четверть для КФУ заканчивается сокрушительным счетом 23-8, четыре очка из которых было заработано на фоллах противника. К следующим четвертям команда Казанского федерального явно начала разыгрываться. Казалось, что такая тактика ведения игры является классической для сборных университета. Игроки начали забивать и не просто мячи из-под кольца, а трехочковые. Счет по-прежнему немного перевешивал в сторону КАИ, но было видно, что КФУ втянулась в игру. Тактика в нападении во второй четверть у федералов явно хромала. Одна была похожа на другую и редко приносила результаты. В то время как КАИсты легко обходили своих соперников, совершая обманные маневры. К третьей четверти баскетболисты команды КФУ поменяли свою позицию. Начали открываться под кольцом для своих сокомандников, тем самым зарабатывая очки. Они начали прорывать оборону соперника, а не только делать броски в зоне трехочковых, которые редко становились удачными. В последней четверти игры Казанский федеральный начинает стремительно сокращать отрыв от соперника. Напряжение нарастает на счете 56-56. Трехочковый и КФУ уже впереди на пять очков. Но за две минуты до конца они теряют это преимущество. И КАИ вновь впереди. Шанс на победу для КФУ был потерян в тот момент, когда за 20 секунд до конца матча КАИ делает счет 67-63. Шаронов зарабатывает одно очко, и за 13 секунд до конца КФУ было необходимо забить как минимум трехочковый мяч. Но досадные ошибки в игре под занавес встречи сделали счет 68-64 в пользу авиационного института. Нам не хватило немного командного понимания. В защите в первую очередь мы пропустили много легких очков за счет того, что команда КАИ играла комбинации. У них проходили легкие атаки из-под кольца, за счет чего они в первой четверти и во второй четверти делали приличный задел. Нам просто не хватило в концовке сил догнать. Наталья Журнова, Диана Урядова, Неделя спорта. Переходим к локальным новостям Казанского федерального университета. На этой неделе сразу в трех видах спорта, а именно в армрестлинге, волейболе и баскетболе, состоялись турниры в рамках спорта-киада студентов и аспирантов КФУ. Все подробности с каждого из видов спорта увидишь прямо сейчас в репортажах наших корреспондентов. В четверг 1 апреля в спортивном комплексе Москва состоялись соревнования по армрестлингу в рамках спорта-киады студентов и аспирантов КФУ. Этот вид единоборства необычайно демократичен и популярен. Для соревнований и специального оборудования нужен только стол с двумя штырями для упора рук. Состязания происходят интересно и непредсказуемо. Казалось бы, армспорт – занятие подвластное не каждому, но популярной спортивной борьбой занимаются не только парни, но и представители слабого пола. У каждого института была сильная поддержка. Болельщики активно подбадривали своих спортсменов во время поединка, скандируя их имена. Перед началом соревнования судьи продемонстрировали, какие ошибки не стоит совершать во избежание травм. И как все же правильно встать в стойку. Первыми соревнования начали девушки. В каждой весовой категории, начиная с 50 и до свыше 70 килограмм, спортсменки боролись за право быть в числе лучших и постоять за свой институт. Самые зрелищные бои среди девушек были в категории 65 и 70 килограмм. За первое место в категории 65 килограмм боролись 10 спортсменок. Первое место заняла Лачинга Пылова из Елабужского института. Второе место – Айзеля Мухамедзянова из Института филологии и межкультурной коммуникации. Тройку лидеров замкнула Зифа Шамсудинова, также из Института филологии и межкультурной коммуникации. В ходе напряженной борьбы в весе 70 килограмм золотую медаль взяла Алина Галиулина из Елабужского института. Серебро – Сима Гафарова из Института экономики, управления и финансов. Бронзу – Эльвира Мабаракшин из Химического института. Ну вообще я в спорте с 4 лет, а вот именно по армрестлингу выступаю третий год. Ну конечно была только одна тренировка перед соревнованием, но до этого я в зале усердно готовилась, то есть прокачивала и на бицепс, и на трицепс различные упражнения. Поэтому я думаю, все-таки я вывезла несколько силой. Следующими в борьбу вступили парни. В весовой категории парней было больше этапов, нежели чем у девушек. Каждый спортсмен хотел продемонстрировать, что именно он победитель сегодня, что именно он должен отстоять и забрать победу для своего института. В боях среди парней самыми эффектными были категории свыше 90 килограмм и категория в 75 килограмм. Среди мужчин, вес которых был 75 килограмм, победу одержал Илья Стумаков из Института экономики, управления и финансов. Серебро в данной весовой категории взял Илья Рачеев из Набережно-Челнинского института. Бронза за Джамалем Гурбановым, Институт математики и механики. По зрелищности свыше 90 килограмм также не уступает. Первое место занял Максим Бухаров из Набережно-Челнинского института. Второе место Никита Швец из Института вычислительной математики и информационных технологий. Замыкает тройку и забирает бронзу Нияс Кузин из Набережно-Челнинского института. Яна Гарипова, Неделя спорта. На этих выходных в спортивном комплексе Москва, в спортивном комплексе Бутлерова и в Унингсе состоялся очередной этап спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ. Кубок чемпиона разыгрывался в волейболе среди мужских команд. На турнире было много действительно сильных команд, каждая из которых была настроена только на победу. Все началось с группового этапа, где сразу определились фавориты турнира. Так, например, в самой большой группе А практически в одну калитку выносил соперников Набережно-Челнинский институт. Конкуренцию Челнам смогли навязать игроки из Института международных отношений. Но в очном противостоянии гости с берегов Камы оказались сильнее. В группе Д не нашлось равных еще одним гостям столицы Татарстана, а именно Елабужскому институту. Пять очков и ни одного поражения на данном этапе. Помимо гостей в турнире по волейболу в числе фаворитов уже по классике оказались игроки Института геологии и нефтегазовых технологий. В своем квартете под Лицерой Це они громили всех своих соперников со счетом 2-0 и получили заслуженные 6 очков. Самое интересное, как всегда, на стадии плей-офф, где на стадии полуфинала встречались геологи и Елабужский институт. Весь турнир геофак заканчивал свои игры со счетом 2-0, не отдавая ни единой партии своему сопернику. Но в очном противостоянии против Елабуги счет для казанцев стал зеркальным – 0-2. Елабуга проходит финал, где их ждали игроки набережной Челнинского института, а геологи продолжают борьбу за третье место, где их соперником стал Институт экологии и природопользования. В матче за бронзу геологам пришлось не сладко, несмотря на то, что основной костяк сборной КФУ составляют именно они. Судьба третьего места решилась в трех партиях. Геологи все-таки дожали соперника и забрали бронзу. Долгожданный финал. К сетке вышли главные фавориты турнира – набережно-Челнинский институт и Елабужский институт. Их свадка была наиболее интересной. Больше зрелищности ей придавала противоположность этих сборных. Благодаря этому были сильно видны все слабые и сильные стороны каждой из команд. Главным преимуществом елабужцев была их скорость. Они очень быстро и ловко побегали по всему залу, умело отражая мячи соперников. Однако челнинцы делали мощные подачи, которые не раз вручали их в этой игре. Первая партия была очень долгой. Совсем небольшим отрывом в два гола команда Елабужского института вырывает победу у сборной Челнинского института в первой партии. Во второй партии мячи собрались силами и решили во что бы то ни стало забрать кубок победителя себе. Они уверенно вели всю игру, делали жесткие атаки, блокировали соперников и победили со счетом 25-14. Казалось, победа совсем близко, однако во время третьей партии удача неожиданно отвернулась от челнинцев. С счетом 15-12 Елабужский институт становится чемпионом спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ. Диана Жданова, Евгений Алмазов, Яна Гарипова. Неделя спорта. С 3 по 4 апреля в спортивном комплексе «Уникс» прошли игры по баскетболу среди женских сборных в рамках спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ. За два дня на площадке встретились команды из Казани, Елабуги, Набережных Челнов. В финальной части турнира, куда по итогам группового этапа смогли отобраться сборные Елабужского, Набережно-Челнинского института, а также филологи, химики, экономисты, баскетболисты из Института международных отношений и Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Фаворитами, как и в волейболе, выступали сборные из Челнов и Елабуги. Так, например, в полуфинале студентки из Елабуги решили не размениваться по мелочам и разгромили сборную Челнов с колоссальным разрывом в 15 очков при счете 23-8. Во втором полуфинале команды ИМО и ИСНИМК провели довольно динамичный матч. Результатом агрессивного противостояния на площадке стал счет 26-24 в пользу международников, но победа досталась нелегко. Игра была непредсказуемой, а успех переходящим. Первая половина игры осталась за ИМО, вторая за ИСНИМК, и лишь последние секунды рассудили соперниц. В матче за бронзу Набережным Челнам не повезло. ИСНИМК обеспечивает гостям второй фиаско подряд, а себе почетное третье место, технично обойдя оппонента на 8 очков. Итоговый счет встречи 25-17. Заключительная игра была зрелищной и запоминающейся как для зрителей, так и девушек из Института международных отношений. Ведь победа в этой схватке принесла девчатам первое место, кубок, почет и зависть окружающих. Вожилав триумфа всей душой, команда выложилась на полную, прошедшись по сопротивлению паровым катком. Стратегия с упором на фолы не принесла результата во второй половине игры. Изящная тактика девушек из ИМО контрастировала с обильными нарушениями Елабуги. А хорошее поведение и красивую игру полагается награждать. Для ИМО наградой стало первенство в турнире и красивый кубок. 28-19 пользу ИМО. Егор Белоусов, Екатерина Лазарева, Карина Саяхова. Неделя спорта. На этом все. С вами была программа «Неделя спорта» и я ее ведущий Евгений Алмазов. До скорых встреч. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»